МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тартин думает иногда дольше, чем их рисует. Выставка работает до конца месяца. 9 и 10 февраля филиал Малого Московского театра в Когалыми привезет югорчанам комедию «Тартюф». Тартюф! Господин Тартюф! Тартюф? Тартюф! Тартюф! А что Тартюф? Тартюф – это имя давно уже стало нарицательным. И не стоит возводить на пьедестал людей, какими бы прекрасными они ни казались. Вот об этом, обо всем мы и сочиняли наш спектакль, говорит режиссер-постановщик Владимир Драгунов. 9 и 10 февраля Малый театр в Когалыми не пропустите. 9 февраля холл Сургутской филармонии заполнится акустикой великого русского гения. Хоровая капелла «Светилен» свой концерт посвятила 150-летию со дня рождения пианиста и композитора Сергея Рахманинова. Этот композитор стал символом русской музыки во всем мире. Через все творчество Рахманинов проносит незыблемость своих этических принципов и высокую духовность. Хантмансийский музей Торума представил выставку, пасущейся у ствола мирового дерева. Речь идет о северном олени, важном символе коренных народов. Ханты считают, что олени пришли с неба, что их подарили боги. В тайге олени-человек существуют вместе, они нужны друг другу. Олень – это больше, чем домашнее животное. Это друг и член семьи. Его любят, лелеют, о нем заботятся, и ему посвятили данную выставку. Не пропустите. Хантмансийский 10-11 февраля концертно-театральный центр «Югроклассик» приглашает на моноспектакль Татьяны Ахмадыршиной. В этом году история отмечает 85 лет со дня рождения легендарного Владимира Высоцкого. Постановка «Я всегда тебя жду» – это трогательная история французской актрисы Марины Влади и Высоцкого. Она была женой и музой последние 12 лет его жизни. В то время об их романе знал и говорил буквально каждый. Татьяна Ахмадыршина срежиссировала свой моноспектакль, стараясь передать всю палитру чувств этой большой любви. «Культура» в переводе с латинского означает «возделывать». Возделывайте свою любовь к искусству и культурная вам неделя.